Феечки очень любили своего писателя и говорили, «Хорошо, что у нас есть Юля, она нам замечательно помогает». Напишу-ка я сказку про... Их дочь-принцесса. Точно! Сказка про королевскую семью. Это случилось в одном сказочном королевстве так давно, что вас еще не было на свете. Жизнь в королевстве король, и звали его Эдуард 54-й. А вместе с королем жила королева Елизавета 31-я и дочь Ксения. Король был образован и очень хотел, чтобы его дочь тоже стала умной и восхитенной. Хорошо было Петру Великому, Наполеону или Эдуарду Великому, основателю нашего королевства. Они все были первые. А попробуй сделать хоть что-то историческое, когда ты 54-й. Не расстраивайтесь, Ваше Величество. Наступит день, когда и вы сделаете какое-нибудь открытие. Жизнь у короля была очень беспокойная. Страна маленькая, а клопот очень много. Ни сна, ни отдыха у короля не было. У него несколько раз со звоном лопалось сердце, и он требовал, чтобы его отпустили на пенсию. Вы слышите, я требую, я требую, отпустите меня на пенсию. Вы что, Ваше Величество, принцесса еще так мала, но вас просто некем заменить. Как только она выйдет замуж и закончит школу, вы сразу сможете уйти на заслуженный отдых. Милый мой, не сердись. Просто наша дочка, она пока еще дитя, И станет мудрее, спокойней, не импульсивной такой. Будет добрее, откроет тебе. Все то, что в ней должно быть, достойно принцессе, придется временем к ней. Знаю я, ты грустишь и переживаешь, но надо это отпустить. Принцесса повзрослеет, И станет мудрее, спокойней, Не импульсивной такой. Будет добрее, Откроет тебе. Все то, что в ней должно быть, достойно принцессе, придется временем к ней. Победу корову, что я права. Она, 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 И станет мудрее, спокойней, Не импульсивной такой. Будет добрее, Откроет тебе. Все то, что в ней должно быть, достойно принцессе, придется временем к ней. Придется временем к ней. Вместе с другими мальчишками и девчонками принцесса Ксения училась в средней столичной школе в седьмом ВЭК-классе. Уроки в школе длились по 45 минут. На них ребята получали знания по математике, истории, географии, литературе. Но больше всего ребята любили перемены, потому что на них происходили самые невероятные события. Итак, посмотрим, что же случилось сегодня. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Кто это сделал? Это моя кнопка. Значит, это ты меня подложила? Что? Это я ей хотела подложить? Ты что, рехнулась? Да кто тебя только воспитывал? Сразу видно, что ваши сми из пастухов, а ваши были из крокодилов. Что? Это наш древнейший род из крокодилов? Да ты просто завидуешь? Тут-то все и началось. Принцесса Ксения. Дневник на стол. Поведение два. И без родителей в школу не в отвращаться. Ну и пожалуйста. Прихнулся бы, пока папа не пришел. Но было уже поздно. Как всегда, самый неподходящий момент. Папа-король был легок на помине. Он оказался рядом с принцессой. Ну что, ваше высочество? Как ваши дела? Мне бы дневничок посмотреть. Да там все хорошо. В принципе, все как обычно. Мы все-таки хотели бы посмотреть. Ну сейчас начнется. Что? Что? Это я тебя спрашиваю, что это такое? А ну-ка, читай, что здесь написано. Устроила безобразную драку на перемене. Подложила учителю историю кнопку на стул. Просьба родителей зайти в школу. Поведение два. Ну, пап! Ну это же не я! Молчать! Молчать! С этого дня никаких рыгор и развлечений. Будешь сидеть дома, никаких рыгор. Ну, пап! Не памкать мне тут. Не памкать, не памкать. Девочка. Поведение два. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мой тогда еще первый класс Школьный блюз на школьном баре Школьный блюз в золотом сентябре Милый блюз на школьном баре Школьный блюз на школьном баре Школьный блюз в золотом сентябре Милый блюз на школьном баре Прошло три часа с тех пор, как принцесса осталась одна Ее отец, папа, король Эдуард 54-й отправился на встречу с классным руководителем Из разговора он понял, что его дочь совсем не хочет учиться Не выполняет домашние задания, на уроках совсем ничего не делает А что до поведения, так что же она еще мала и иногда ей хочется немножечко пошалить Возвращался домой его королевское величество в удрученном состоянии Ну, что скучаешь? Да, я вообще не понимаю, для чего мне учиться Не скучай, тебе пора нам сказать, почему мы так обеспокоены твои учебные Древнее пророчество гласит, что нашему королевству грозит серьезная опасность Ты, десятая принцесса нашего королевства Ты должна от нас спасти, или мы все погибнем Мы не знаем, когда это произойдет, и стремимся подготовить себя к этому Учись хорошо, Ксения, ведь никогда не знаешь, что тебя ждет в жизни А что еще скажем в этом вовремя? Пророчество Древнее пророчество гласит, что появится чудовище и уничтожит его, если не найдется человек, который победит его своим умом Это должен быть десятый наследник престола Так стойте, стойте! Это же я! Десятый! Прошло немало времени, и принцесса стала учиться надлично Она изучила жизнь священных внуков Язык великанов, астрологические тексты и алхимические таблицы И еще многое из того, что не знали обычные люди И вот, в одно злочастное утро Все королевство переполошилось Над городом королевского дворца летел огромный дракон Он уселся в дворцовом саду и неожиданно сказал Человеческим голосом Я хочу видеть принцессу Принцесса набралась храбрости и вышла в сад Я слышала, что ты получила столичное образование Да, получила, но я на самом деле не знаю ответов на многие, многие вопросы Может быть, ты знаешь? А знай ответы на многие вопросы А что ты хочешь узнать? Ну, например, скучает ли кошка, если она не знает, что такое скука? Ну? Или почему у тебя отве головы вместо трех? Кажется, тебе со мной хорошо известно, что такое скука Это да, я очень часто скучаю А мои родители даже не знают, о чем со мной поговорим А принцы, ох уж эти принцы Вот мне сказали, что я должна спасти королевство Но я думала, что если ты меня съешь, то... О, я не ем людей А вот избавиться от скуки тебя могу Как? Оно упрятно несловно В каком? Если ты мне скажешь, зачем вообще жить? Мне? Тебе, мне, да кому угодно Я прилечу сюда через три дня Подумай и спроси у кого-нибудь, если захочешь Хорошо Зачем жить? В чем смысл жить? Зачем знать на это? И принцесса отправилась на поиски ответа на вопрос какого-нибудь Смысл жизни моей что? Смысл жизни я живу Ой, пап, вот скажи, ты знаешь, в чем смысл нашей жизни? Смысл жизни в том, чтобы править королевством и остаться в истории мудрым правителем А что же делать тому, кому не надо управлять королевством? А ты что скажешь, мамочка? В том, чтобы быть достойным своего королевского звания, ну и помогать королю Помогать королю Понятно Помогать королю И вернуть ему дочку Какие нынче странные вопросы задают драконы Ничего не понятно Встретила принцесса своего учителя историю Мой мудрейший учитель Может быть ты знаешь, в чем смысл жизни и вообще жизнь зачем? Смысл жизни в том, чтобы учиться? А учиться зачем? Чтобы все знать Я удивляюсь, как ты не поняла этого раньше А знать все зачем? Ну, как все запутано Смысл жизни в том, чтобы совершать великие подвиги во имя Родины и стать генералом Я генерал? Еще интересно А для меня смысл жизни в том, чтобы растить волшебность Чтобы в нем росли прекрасные цветы и чудесные деревья Чтобы люди приходили сюда и вспоминали меня Добрым словом Ну нет, уж цветы я точно высаживать не буду Много еще ответов услышала принцесса, но ни один из них не показался ей достойным того, Чтобы идти с ним к дракону Что же я скажу дракону? Я ведь ничего не узнала Грустная уставшая пришла принцесса к дракону вечером третьего дня Ну что, узнала? Да, я услышала столько много разных вариантов, но ко мне ничего не подошло На этот вопрос каждый должен ответить сам, чужие ответы не подходят Ну а как же узнать мне смысл моей жизни? Ну как же, смысл жизни в том, смысл твоей жизни в том, чтобы управлять королевством так, чтобы все жили в счастье и в мире Другой, может быть, ты станешь моему, что-то ему поможет мне в моей жизни? Так принцесса поняла, в чем смысл жизни и стала учиться у мудрого дракона Ну вот, отличная сказка, по-моему Пошли Замечательная сказка Так, что же дальше делать? А не послать ли ее в детский журнал? А не послать ли ее в детский журнал? Точно, я отправлю ее в детский журнал О чем сказка? Расскажи О чем сказка? Расскажи Это то, что знать сейчас мне надо Из сюжета сказки я пойму Рассмотреть ее ли для журнала Каждый день приходит много сказок Я внимательно все изучаю Ну а найти ту самую, что нужно Если честно, то не так уж просто Много мне приходится читать Много я в жизни прочитала Много я в жизни прочитала Для сердечек многих достучалось Много я из сказок не новый И по сюжету заскучалась Как просто для ребят вторая мечта Чтоб читатель сказкой был доволен О чем сказка? Расскажи Это то, что знать сейчас мне надо Из сюжета сказки я пойму Рассмотреть ее ли для журнала